Здравствуйте, уважаемые зрители канала Политека. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за вашу поддержку. Не забывайте этому видео поставить лайк в поддержку. Ну и также написать вопрос, либо же комментарий нашим уважаемым гостям. Мы обязательно эти вопросы будем отбирать и задавать нашим уважаемым экспертам. Сегодня у нас в виртуальной студии наш уважаемый гость Леонид Гозман. Леонид, добрый вечер вам. Добрый вечер. Предлагаю с вами начать с такой темы. Российская оппозиция сейчас, как многие эксперты говорят, что она также разделена на два таких непримиримых. Один поддерживает инициативы Илья Пономарева, который обещает избавление от иллюстрации Владимира Путина. Другой же лагерь называет Пономарева, ну скажем так, его суровским выкромышем. Что вы думаете об этой инициативе правительства в изгнании и амнистии человеку, который готов принести, ну скажем так, голову Путина? Вы знаете, вот это противостояние затрагивает какой-то ничтожный процент людей, которые относят себя к оппозиции. Просто ничтожный. Не стоит по сообщениям в Твиттере делать вывод о всей массе граждан Российской Федерации, которые внутри России, вне России сейчас, которые против режима и против авантюры, которую он начал преступной. Это очень поверхностное волнение и поверхностное разделение. Не обращайте внимания. То есть, по сути, можно говорить, что сейчас в Российской Федерации такой, как оппозиции, ее и нет. Нет, я вроде бы сказал прямо противоположное. Я сказал, что есть миллионы людей, которые категорически против той политики, которую проводит Владимир Путин. А то противостояние, о котором вы сказали, затрагивает ничтожную часть этих людей. Совершенно ничтожную. Вообще небольшую. И считать, что это как-то говорит о настроениях всего массива тех, кто против Путина, нельзя. А против Путина миллионы людей. Миллионы. Если не десятки миллионов. Это не надо недооцениваться. Леонид, а что, по вашему мнению, может стать таким опеленным триггером, если все-таки большая масса людей, они недовольны политикой Путина, но при этом каких-то массовых таких восстаний, революций, изменений мы не видим. В чем причина? А причина в том же самом, почему не было восстания революций, например, на территории Украины, после того, как советская власть расправилась с вооруженным сопротивлением на Западе, до падения Советского Союза, никакого внешнего заметного сопротивления не было. Потому что это была та система, на которой никаким сопротивлением изнутри уничтожить было нельзя. Как нельзя было. Никакий героизм немецких антифашистов не мог уничтожить режим Гитлера. Хотя героизм этот был, и на смерть, и в общем, вечная память, и благодарность тому, что они делали. Но уничтожить режим Гитлера они не могли. Нельзя было уничтожить режим Сталина. Ни в Украине, ни в России, нигде, на всей территории Советской империи его уничтожить было нельзя. Сколько его нельзя было уничтожить, то не было и массовых выступлений. Сегодня любое массовое выступление граждан против режима Путина совершится расстрелом из крупноколепных пулеметов тех, кто соберется на площади. У кого нет в этом никаких сомнений. И режим от этого даже не друет. Это вам не ГКЧП. У которого руки тряслись. Это куда страшнее. Поэтому нет массовых выступлений. А триггером будет, вы спрашиваете, что будет триггером, может быть, с освобождением Херсона. Может быть, еще продвижение ваших войск на других направлениях. Это может быть триггером таких совершенно необратимых процессов в Российской Федерации. Кстати, поскольку вы вспомнили о Херсоне, в последнее время ходили слухи, что США и Российская Федерация ведут переговоры о перемирии в Украине в обмен на то, что российские войска выходят с правого берега Днепра. Именно с этим связывают странную эту ситуацию, что Российская Федерация, в армию Российской Федерации. Они то уходят из Херсона, то ли не уходят. И с чем вы связываете эту ситуацию? Какова реально ваш анализ военной политической ситуации в Херсоне? Я не военный специалист. Я не понимаю, что там происходит. Я не понимаю этих каких-то непонятных заявлений с обеих сторон. Я их не понимаю, действительно. Но я не думаю, чтобы Соединенные Штаты согласились признать территориальные захваты России в обмен на уход на другой берег Днепра. Я в это просто не верю. Кроме того, я думаю, что это нереально, поскольку с этим очевидно не согласится Украина. Ну, очевидно с этим не согласится Украина. Поэтому я думаю, что это не имеет под собой серьезных оснований. И заметьте, что уже сегодня, кажется, у вас был Сальван. Вчера, да? И Сальван сказал, что никаких переговоров в Украине без Украины быть не может. Вот. Он тоже сказал. Видимо, отвечая на эти опасения. Я так думаю, что отвечая на эти опасения. Так что нет. Там что-то другое происходит. Мне, к сожалению, непонятно. Вот с этим то ли уходом, то ли не уходом российских войск на другой берег. Но я полагаю, что это не готовится. Такой Димаш. Ну, как вы считаете, вот приезд Сальвана, также в Средиземное море зашла американская атомная подлодка. Кстати, она может нести 24 межконтинентальных ракет Тридент-2. Это есть определенные такие сигналы Путину? Поскольку многие говорят, именно вот эта вот подлодка, она может месяцами плавать под водой, оставаясь незамеченной. А вот решение показать, это свидетельствует о готовности американцев послать сигнал Кремлю. Вот в Кремле слышат об этих сигналах сейчас? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. И потому что это не просто сигнал, это подготовка. Они готовятся к ответным ударам. Ну, потому что если Владимир Владимирович на вашей территории использует ядерное оружие, что нельзя исключать, к сожалению, да? Ну, потому что он уже все использовал, чем можно, значит, ничего же не осталось вариантов-то, да? Что он уже все сделал, да? Значит, осталась только ядерная бомба. Если он использует ядерную бомбу, то очень может быть, что Западный Альянс ответит силы на это дело, да? И та же подводная лодка с 24-ми ракетами может очень даже пригодится, не как символическая такая штука, а как вполне себе военная. То есть, я так понимаю, что в данный момент у Путина, кроме ядерного оружия, ну, там, мобилизации каких-то опленных ресурсов уже больше в руках, как козыри, ничего не остается? Вы знаете, я этих ресурсов не вижу просто. Может, они и есть, но мне они неизвестны и непонятны. Потому что, смотрите, с этой мобилизацией, называют мобилизацией, ну, да, он уже какой-то путь прошел, может, наверное, идти дальше. Насколько я понимаю, использование участия мобилизованных в военных действиях предельно неэффективно. Ну, потому что они люди неподготовленные, немотивированные. В общем, это все-таки не гражданская война, чтобы шашкой махать. Да, это немножко другое. И, по-видимому, там очень большие потери среди них. И убитыми, и ранеными. В общем, это просто такая мясорубка, в которую кидают людей зачем-то. Уголовник, он тоже уже набирал, еще будет набираться. Но это все не меняет кардинальную ситуацию на фронте. Похоже, заканчивается вооружение. Лихорадочные попытки купить оружие где угодно, вот в Северной Корее, которую мы сейчас наблюдаем, они, в общем, говорят о том, что со своей базой, со своими ресурсами на производство вооружений, в общем-то, большая проблема, большая наблизонка. Поэтому, кроме ядерного оружия, в общем-то, ничего не осталось. Ну, конечно, он будет шантажировать ядерного оружия. Но все время шантажирует. Понимаете? Он шантажирует. Зерновой сделкой шантажировал. Да, сказал, а мы выходим из зерновой сделки. Ему сказали, ну, и выходи. Я вот. Тогда он сказал, нет, мы не выходим из зерновой сделки. Ну, такая очень мудрая политика, конечно, совершенно замечательная. Но используем ядерного оружия – вещь реальная, абсолютно. Абсолютно реальная. И не надо думать, что он не решился. Он решился. Как раз тот человек, который решился. Старые советские руководители не решились бы. А этот решился. Ну, с другой стороны, многие эксперты говорят, что Путин, он безумец, но не самоубийца. И он понимает, какой может быть ответ того же Запада. И Запад неоднократно об этом говорит, что в случае применения ядерного оружия, то один из моментов уже говорили, что уничтожение Черноморского флота, и другие будут последствия для Путина и вообще для Российской Федерации. Вы знаете, когда я, к сожалению, оказавшись прав, до начала войны говорил, что война неизбежна, я уже давно это говорил, то мне говорили, что Путин дурак-дурак, но мыло не ест. Выяснилось, что мыло ест, да еще как, с большим удовольствием. Он, конечно, не самоубийца, конечно, он не самоубийца, но он постоянно ошибается в оценке ситуации и в прогнозе поведения своих оппонентов. Он искренне считал, я уверен, что он верил в то, что вы не будете сопротивляться, что Украина не будет сопротивляться, что Украина капитулирует, что украинские солдаты не будут воевать, что они будут продавать оружие. В общем, совершенно расистский бред у нас шел по всем каналам про Украину и украинцев. Я думаю, что он в это верил. Я думаю, что если бы он понимал, с каким уровнем сопротивления он столкнется, возможно, он бы и не поперл на вас, потому что он бы не решился. Но он считал, что он легко убит. Это кроме того, что война была преступной, война была ошибкой. Просто ошибкой расчета. Он постоянно ошибается в расчетах. С зерновой сделкой он ошибся в расчетах. Правильно? Просто ошибся. С террором против ваших городов он тоже ошибся в расчетах. Потому что уже понятно, что этот террор не приведет к тому, что ваши граждане потребуют капитуляции. Уже понятно. Опять он ошибся в расчетах. Я думаю, что по поводу применения ядерного оружия у него тоже. Да, они говорят, что они ответят самым жестким образом. А он, наверное, не верит. Если он им верит, он не будет использовать ядерное оружие. Если он им не верит, если считают, что они такие слабаки, ботаники, и так далее, он же презирает. То тогда он может его использовать. К сожалению, от неизвестно. Вы знаете, очень часто слышу такое выражение, уже довольно оно такое сталое, что у Медведева на языке, то у Путина на уме. И вот недавно зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев по случаю Дня Единства опубликовал очередной шокирующий пост. В нем он представил Россию как избранную богом страну, цель которой остановить верховного властелина ада, то есть сатану. На рассказы о сатане, которые якобы атакуют Россию, это уже, говорят, не только личная горячка Медведева, а в Кремле в последнее время уже начали активно упоминать это слово десатанизация для оправдания войны против Украины. И это слово заменило забытые демилитаризацию, деноцификацию. Мы можем какой-то определенный такой сделать вывод, что сейчас идут такие контуры новой идеологии Кремля. Ну, в общем, наверное, да. Я надеюсь, что это ненадолго, потому что я надеюсь, что под ударами ваших вооруженных сил это все рухнет достаточно скоро, потому что то, куда движется наша страна, это просто страшно смотреть, понимаете. Ну, то есть вот такую инволюцию, такой распад вообще всего, мы, конечно, не могли себе представить. Ну, все-таки там, не знаю, советский режим был, конечно, жестоким и преступным, но он не был таким диким. Ну, по крайней мере, после Сталина он же не был таким диким. Он был каким-то более-менее выглядел так, ну, как-то пытался выглядеть более-менее цивилизованно, да. И кое-чего добивался, да, я не знаю, первый спутник, первый человек в космосе, это же действительно сделал Советский Союз, понимаете. А сейчас у них дистанизация, и они борются с верховным властелином ада. И, понимаете, вот если бы все это шло не на фоне массовых убийств, то это было бы просто очень смешно. А так это не смешно, это, в общем, довольно страшно. Теперь о чем это говорит? О двух вещах, во-первых, они не могут придумать, зачем они воюют. Ну, никак не могут придумать. У них менялось это. Помните, сначала вы запрещали говорить по-русски, и чтобы разрешить говорить по-русски, надо убить дикое количество русских людей, да? Хорошо, понятно. Потом, а еще до этого вы распинали мальчика в трусиках и прочая хинея, да? Потом оказалось, что у вас есть какие-то биллаборатории, которые распространяют какие-то хитрые вирусы. Вирусы заражают исключительно русских женщин и делают их бесполными. Украинских они как-то не трогают. Ну, вот эта вся ахинея шла, шла, шла. Но вот теперь, оказывается, мы воюем с сатаной. Потому что они не могут, нет причин этой войны. Понимаете? У этой войны нет причин. Ну, даже преступных, даже каких-то античеловеческих. Ну, там, не знаю, как преступны были идеи Гитлера, когда он упражнялся насчет жизненного пространства, расы господ, которые предназначены выководить миром, арийцы и так далее. Конечно, преступно было. Но это было хотя бы понятно. Было понятно, что он хочет. А здесь же вообще ничего не понятно. Здесь вообще ничего не понятно. Поэтому, значит, они перешли вот к этому. А кроме того, война с сатаной означает признание поражения в настоящей войне, как мне кажется. Потому что, понимаете, ну, ваша страна ведет себя предельно бестактно и почему-то не согласилась капитулироваться. Если бы капитулироваться, они же еще раз это говорили. Что если бы вы не сопротивлялись, то и жертвы не было. Тут Небензи прекрасно объяснил, почему наши дроны стреляют по гражданским объектам. Вы, наверное, не догадаетесь. Это из-за вас. Потому что ваше ПВО стреляет, а они как-то отклоняются от курса и куда им деваться. Они попадают в гражданский объект. То есть, это вы виноваты во всем, на самом деле. Так вот, ваша такая бестактность и несговорчивость, она привела к тому, что сообщить о победе в Украине никак не получается. Поэтому нужен тот враг, которого можно победить. Сатану можно победить в любую секунду. Понимаете? В любую секунду можно сказать, что мы победили сатану. Победили, ура. Поэтому ПВО построили еще один храм, сплясали вокруг него радостные танец и привет. Так что это вообще не плохой для вас, а значит и для нас признак. Ну, потому что значит и для нас, потому что самое страшное, что может произойти с Россией, это победа путинского режима в Украине. Для нас это катастрофа абсолютная. Так вот, это хорошая новость, эта борьба с сатаной. Она хорошая, потому что это свидетельство того, что реальная борьба проиграна. Ну, или проигрывается. Кстати, о войне появилась информация, что в одном российском регионе, именно в Казани, голодные и грязные мобилизованные восстали из-за ужасных условий в подготовительном пункте. В Казани мобилизованные устроили бунт боевого слаживания для дальнейшей правки на войну в Украину. Сотни мужчин вышли из палаток и рассказали о нищебродском обеспечении. Протестующие прогнали генерала, который, будучи в нетрезвом состоянии, приехал, тут самое интересное, поднимать их боевой дух. Но он поднял, он же поднял, слушайте, он же поднял, его прогнали. Да, но главный результат, да, тут никто не говорит, какие инструменты будут использованы. Но вышедший на переговоры офицер в ответ узнал, что он, не буду цитировать, не очень приличные вещи о себе узнал и очень быстро сбежал с места событий. Это, ну, скажем так, показательная история. Мы слышим подобные неоднократно. Читаем в СМИ о том, что идут возмущения. Эти различные такие бунты в разных регионах. Видим, как видео записывают мобилизованные, говорят о том, что их без подготовки отправляют и так далее. Вот эта масса, она может стать той основой, которая изменит политическую, военную систему в Российской Федерации. Либо же они, несмотря на смерти, на двухсотых, которые будут возвращаться, трехсотых будут возвращаться в Российскую Федерацию, но зная уже правду, они все-таки будут молчать. Вы же привели пример, когда они не молчат. Они, когда с ней молчат, да? Они возмущаются и так далее. Ну, конечно, есть вопрос, что они возмущаются тем, что не заставляют убивать украинцев в плохих условиях. Они же не возмущаются тем, что посылают на бессмысленную, безумную войну, делают из них убийц, неизвестно зачем. Этим они пока не возмущаются. Они возмущаются тем, что для этой почетной миссии не дают достаточного количества мундирования, вооружения и плохого органа. Ну, да, конечно. Эти возмущения будут продолжаться, обязательно будут продолжаться. Я не думаю, чтобы они объединились во что-то там общероссийское и так далее. Что умеет наше начальство, это предотвращать такие вещи. Объединиться им не дадут. Бунт в конкретной воинской части будет всегда подавлен. В крайнем случае будет подавлен. Если нужно. Они не постесняются это сделать. Есть другой вариант, совершенно другая вещь. Это как себя будут вести на территории России люди, которые вернутся с фронта. Кстати, показательная была наша история с этим Костромским ночным клубом. Человек вернулся. И вот результат. Да, это он пулял с ракетницей, и все загорелось. И дикое количество людей погибло в огне. Его сейчас ищут, вроде что они нашли. Но вот да, он вернулся с Украины. Он вернулся с Украины. Он легко стрелял, естественно, в другую секунду. Вот воздействие этого возвращения будет не менее серьезно, чем воздействие самой мобилизации. Ну, я так понимаю, вот эта история, когда Путин распорядился выплатить по 195 тысяч рублей всем подписавшим контракты с Минобороны в период с 21 сентября до официального окончания спецоперации, это такой психологический маневр для того, чтобы немножко эти бунты и настроение подавить пока. Ну, это вынужденное действие. Люди стали бунтовать, требовать. Обещал отдай. Он, видимо, решил, что дешевле отдать. Дешевле отдать. Он испугался. Другое дело, что между его распоряжением и реальной выплатой дистанция, в общем, очень даже немаленькая. Поэтому дадут им эти деньги, не дадут им эти деньги, я не знаю. Ну, самое интересное, есть анализ выплаты мобилизованным в России и их семьям, включая компенсации в случае ранения или смерти за ближайшие полгода, составит примерно от 900 миллиардов до 3 триллионов рублей. Пишет Отец в новости. Такие расчеты привел Ройтерс. И интересно, что существенная проблема состоит в том, что федеральный бюджет Российской Федерации на 22 и 23 годы сверстан так, без учета этих трат на мобилизацию и содержание оккупированных районов четырех областей Украины. То есть мы понимаем, что это плюс еще одна финансовая дыра в Российской Федерации. Конечно. Ну, конечно. Ну, конечно, война вообще дорогое удовольствие, да? Дорогое удовольствие. А когда она везется, не знаю зачем, просто потому, что кому-то что-то в голову ударило. Ну, совсем плохо. Леонид, как вы считаете, вот все-таки есть цепленное количество людей, которые имеют такие настроения против Путина, против его политики, с чем-то не согласны. Но в то же время больших каких-то противостояний, бунтов, которые привели к изменению политического устроя, мы не наблюдаем. Ну, смотрите, таких людей на самом деле миллионы. Это вот видно по очень многим данным. Понятно, что на самом деле их миллионы. Вот. И в том числе среди тех, кого как бы считали группами поддержки Путина, они тоже есть, их много, да? И почему не видно протестов? Вы этих не видно, да? Массовых протестов нет по той простой причине, что массовый протест будет подавлен мгновенно пулеметами. В свое время Сергеевич Хрущев не постеснялся расстрелять демонстрацию на Черкасске. Массовый протест не приведет к результату. Вот. И как не было массовых протестов в Советском Союзе практически, да? Потому что все понимали, что ты этого монстра не свернешь. И все понимали, что просто всех убьют и все. Точно так же нет массовых протестов у нас и сейчас. Ну, кстати, вот, допустим, на территории Советской Украины после того, как войска НКВД расправились с сопротивлением на Западе, после войны тоже протестов массовых не было. Не потому, что народ недостаточно смелый и так далее. Вы сейчас продемонстрировали, что вполне достаточно. А просто потому, что это безнадежное было совершенно дело, и люди не рвутся биться головой об стену в массовом порядке. Но протесты индивидуальные, есть их очень много, их не становится меньше. Только что у нас арестовали женщину, которая вышла на протест в Екатеринбурге. Только что одиночный пикет, плакат против войны. У нас, вообще-то говоря, чуть ли мы переполнены людьми, которые выступают против войны. Там тот небольшой срок, который я отсидел, тоже был за это, а не за что-нибудь еще. За выступление против войны и против политики Путина. Пока я там сидел, туда привезли четырех женщин, которых взяли на антивоенном пикете, потом еще одного парня. И это продолжается каждый день. И сколько у нас народу сидит сейчас именно за выступление против войны и за попытку ее остановить. То есть, на самом деле, людей, которые готовы идти, пусть даже в безнадежный бой, ради того, чтобы все-таки, ну, хотя бы самому быть против этого. Их у нас очень много, их меньше не становится. И в конечном счете, конечно, с этими людьми связано надежно на будущее нашей страны. У вас широкая поддержка в России. Спасибо большое. Я думаю, что это взаимно. Мы также будем наблюдать, что будет происходить в Российской Федерации. И все, что от нас зависит, возможно, мы можем сделать, что в наших силах, для того, чтобы эту политику, эту структуру изменить в лучшую сторону. Кстати, я в одном из интервью, если не ошибаюсь, с Евгением Киселевым, когда вы общались, вы сказали о том, что когда Путин выступает, уже время от времени вы его не слушаете, потому что ничего нового, скучно и так далее. Последнее выступление, когда он возле, на Красной площади, если не ошибаюсь, он выступал, обращался, и он рассказывал такие слова о том, что российская информация, российская пропаганда на украинцев уже не действует, поскольку вот эта вот бандеровская идеология заполнила их умы. Вы для себя хоть какое-то выступление отмечаете или уже просто пропускаете как еще плюс одно? Нет, вы знаете, я не пропускаю. Я стараюсь следить, что он говорит, поскольку, понимаешь, он не просто не очень адекватный и не очень молодой человек, он не просто военный пенсионер, который живет в странных реалиях, своих придуманных. По его слову танковые колонны движутся, понимаете, по его слову чем лучше происходит, поэтому я стараюсь следить за тем, что он говорит. Но он, в общем, то, что я вижу, никого оптимизма не внушает, в Австралию, помните, вот Войнович в романе «Москва-2042 год» предполагал, что начальник, главный начальник будет управлять из космоса, он будет летать вокруг Земли и оттуда управлять. Вот у нас примерно это уже произошло только на 20 лет раньше, чем предсказывал Владимир Войнович. Вы знаете, очень часто вместе с Путиным вспоминают еще одну личность, как его уже стали называть, Попорошенко, поскольку после каждой встречи он получает опленную финансовую помощь, либо же благодарность от Путина Лукашенко. И появляется информация о том, что Россия начала готовить белорусских военных к работе с тактическим ядерным оружием. Заместитель главы Объединенного Переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушка рассказал, что офицеры Белоруссии отрабатывали специфические навыки во время учений. Тут вопрос и про Лукашенко, и про Путина. Мы понимаем, что в какой-то мере, как кажется, Лукашенко стремится заполучить ядерное оружие, чтобы сохранять власть в своих руках максимально долго. Ведь вряд ли кто-то найдет, кто решится сместить человека, в чьих руках будет такое оружие? Я не думаю, чтобы он мог его получить от Путина, потому что, понимаете, в чем дело? Он тогда не просто власть получает, он получает определенную независимость от Путина. А зачем Путин? Я думаю, что никто не такого оружия не даст. Кроме того, есть еще один важный фактор, такой чисто человеческий. Александр Гриевич, Лукашенко в Кремле очень не любит и не уважает. К нему плохо относятся, по-человечески к нему плохо относятся, презирают и так далее. Поэтому, нет, они ему не дадут ясно на оружие. Я не знаю, на что, видимо, у господина Латуши какие-то есть свои источники информации, как у меня нет, разумеется, поэтому я ничего не могу сказать, но мне это кажется маловероятным. Мне кажется, маловероятным, что белорусских офицеров привлекают к тренировкам по использованию этого оружия. Но другое, на самом деле, реально. Недавно в Беларуси был введен 9-тысячный контингент российских вооруженных сил. И мои белорусские друзья считают, что это начало оккупации Беларуси. Что Путин хочет оккупировать Беларусь. это вполне реальная вещь. Насколько удастся использовать ему белорусских солдат в войне с вами, это вообще большой вопрос. Потому что Лукашенко очень этого не хочет. Понимает, что его не простят. Люди там тоже этого не хотят. Поэтому не знаю, получится или не получится. Но что с высокой степенью вероятности может быть, то, что Путин может использовать белорусско-украинскую границу как плацдарм для каких-то действий против Украины и против вооруженных сил Украины. Еще также про одну личность хотелось с вами кратко проговорить. Маргарита Симоньян, которая в своем телеграм-канале довольно так интересно риторику свою изливает, скажем так. Ведь начала она свою риторику очень так резко. И она больше не рассказывает о том, как армия Российской Федерации якобы легко может захватить Украину, а наоборот публикует такие посты о мире с соседней страной. И она, я не буду полностью цитировать, но часть этого текста настанет день и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и цитый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на Чернобровых, Оксан и так далее. Неужели пропагандистка Симоньян отходит от милитаристской риторики и наконец осознала, что победы в этой войне Россия не получит, как также в одном из своем тексте написала о том, что это нам всем приговор. Ну, знаете, что она там осознала, не имеет никакого значения. Она девушка дисциплинированная, ничего ей говорят, то она и озвучивает. Совершенно очевидно. Она талантливый менеджер, она очень хорошо выставила работу Радж Студей, вам признать, великолепно работающая структура, абсолютно аморально недоступная, с моей точки зрения, но хорошо работающая. Но, конечно, ее мнение не имеет вообще никакого значения для того, что она говорит. Я полагаю, что действительно в руководстве Российской Федерации привелось достаточно много людей, которые, возможно, не убедили в этом Путина, и, кстати, очень похоже, что правильно было бы сейчас добиться прекращения огня и начала переговоров с Украиной. Ну, потому что прекращение огня, разумеется, выгодно Путину в данном случае, потому что будет запреплена отталение фронта, которое есть сейчас, дальше начнутся долгие-долгие переговоры, достаточно бессмысленно, скорее всего. За это время он сумеет перегруппироваться, подготовиться, достать новое оружие и так далее. Ну, вы тоже, надо полагать, будете использовать это время не просто так, но он надеется вас в этом смысле переиграть. Так что, да, просто есть люди, которые хотят вот этого. И все эти, понимаете, в чем дело, когда говорят нет войны, то, ну, это правильно, совершенно, война это ужасно, да, но вот появилась степень людей, которые говорят нет войны, в смысле срочно прекратить огонь, начать переговоры и никакая территория не стоит человеческой жизни и так далее, да, я думаю, что это самим людям решать, стоит территория их жизни или не стоит, готовы они рисковать своей жизнью, отдавать ее за освобождение своих земель или нет. пока ваши солдаты и ваши люди демонстрируют, что да, они готовы это делать для того, чтобы свою землю освободить. Дай вам Бог удачи. Спасибо большое. Я так понимаю, что вот эта фиксация условной победы, она должна произойти до саммита Большой Двадцатки для того, чтобы у Путина хотя бы хоть что-то было на руках? Да нет, я думаю, что такой жесткой связи нет, потому что Путина на саммите если он туда поедет, так и так подвергнут обструкции, он там получит удовольствие, конечно. Поэтому я думаю, что весьма рад, что он просто не поедет туда, а пошлет кого-то из своих. Нет, я бы не стал связывать с саммитом Большой Двадцатки. И последняя тема с вами кратко я хотел бы проговорить. Это Украина согласовалась США, что будет считаться победой Киева в войне. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, этот план включает первое полное освобождение всей территории Украины, включая Донбасс и Крым. Второе выплату репараций России. И третье международные гарантии, которые не позволят Российской Федерации напасть снова. Леонид, по вашему мнению, в каком из пунктов, ну скажем что будет намного проще осуществить? И в чем возможно будет проблематика? Ну это же совершенно связанные между собой вещи. Да, все три пункта конечно связаны, поэтому они все три крайне тяжелые. Думаю, что неприемлемы для Владимира Путина, потому что эти три пункта означают, если назвать иначе, это капитуляция Российской Федерации. Что конечно было бы правильно, хорошо, интерес Российской Федерации самой, ну как, не знаю, капитуляция подписанная германским командованием 8 мая была в интересах немецкого народа, разумеется, потому что иначе просто убивали немцев. почем зря, но я думаю, что Владимир Путин на капитуляцию пойти не сможет, и поэтому мне кажется, что это все такие разговоры теоретические. В любом случае вспоминается это известное видео, возможно, вы видели в социальных сетях, когда мужчина переходит дорогу, вернее, там ручеек он падает, его знакомый, который записывал, он говорит, это фиаско, братан, и сейчас уже многие используют по отношению к Владимиру Путину и говорят, это фиаско Вован. Но в любом случае мы будем анализировать, смотреть все новости, все решения наших политиков, зарубежных политиков, каким образом будут развиваться эти события. Леонид, я благодарен вам за уделенное время, за вашу термин, за вашу поддержку и, конечно же, за те ответы, которые вы поставили наших зрителей. Спасибо большое, берегите себя.